В прошлом году в регионе стартовала программа «Зиалы Каум». Первоначально в пилотном режиме её успешно опробировали в селе Шуйское от Басарского района. После чего идею внедрения программы поддержали ещё 13 посёлков области. На сегодняшний день проект реализуется в ряде населённых пунктов. К примеру, программа «Зиалы Каум» успешно реализуется в селе Малико-Габдулино Зерендинского района. Здесь в очередной раз состоялось собрание. Местная власть, правоохранительные органы, местные сообщества, общественные советы, в состав которых входят авторитетные жители, собрались для решения проблем безопасности на селе. Они отработали с малообеспеченными и неблагополучными семьями и с лицами, состоящими на профилактических учётах. На заседание были рассмотрены такие вопросы, как правонарушение злоупотребления спиртными напитками. То, что людей, которых мы рассматривали, граждан наших, они поняли свою ответственность. Такая работа проводится постоянно. Это очень положительно действует на тех, кого мы разбираем в таких случаях. В нашем селе нет преступлений. Всё хорошо. Строятся дороги и больницы. Старейшие села объединились в сообщество. Они направляют молодёжь на правильный путь. Взрослое поколение чему-то учится у молодого поколения. И наоборот. Молодёжь что-то черпает у взрослых. В селе живётся спокойно. На встрече собравшиеся побеседовали с двумя жителями, состоящими на учёте в полиции. Попытались разобраться в их проблемах. Дали советы, чтобы они вновь не привлекались к ответственности. Как отметил участковый инспектор, крыминогенная ситуация в селе стабильная. У меня три сельского округа. Хазлигинский сельский округ, Ханайбийский сельский округ и Малико-Дунинский сельский округ. По делам, кого мы сейчас сколько отрабатывали. И статистика у нас сейчас с начала года преступления вообще отсутствует. Под учётным лицам были даны разъяснения о принимаемых мерах в отношении правонарушителей, их привлечению к административной ответственности, постановке на учёт, направлению при необходимости на принудительное лечение от алкоголизма. Также были предложены рекомендации по коррекции поведения, в частности, отказу от употребления спиртных напитков, трудоустройству, обращению за консультацией к психологу и другое.